Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы начинаем производство серии видеороликов, некий видеокурс по основам ораторского дела как управленческой дисциплины. Для кого этот курс предназначен в первую очередь? Безусловно, для студентов, для работающей молодежи, для всех людей, которые имеют хоть какое-то отношение к аппаратной работе. Аппаратная работа как взаимодействие нескольких людей, это прежде всего информационная работа, причем не только в устном режиме, но также в режиме документа оборота. Соответственно, для того, чтобы люди, участвующие в организации чего-либо, начиная от производства и заканчивая праздниками, либо работы политической партии, агитации, работы с населением на территории, Все эти люди должны обладать определенными навыками, знаниями и умениями, причем стандарт этих знаний и навыков должен быть достаточно близким. И вот первый ролик, который мы сегодня запишем, он, в общем-то, посвящен общему плану работы в этой теме, которая называется «Ораторское искусство как управленческая дисциплина». Теперь давайте поговорим о стандартах, что должен уметь человек, который интересуется коммуникацией, устной и письменной, с точки зрения управления. Ну, безусловно, на первом месте, и это все подтвердят, стоит публичное выступление, умение выступать перед аудиторией, умение держать внимание аудитории, умение жестикулировать, чувствовать себя свободно и в любой ситуации, связанной с большим количеством людей, чувствовать не только энергетически комфортно, но даже иногда и удовольствие. То есть это ораторское дело, как искусство публичного выступления. Кроме того, все люди, которые занимаются управлением, они участвуют в переговорах и договорах, они договариваются между кланами, между руководителями, с высшими, с равными, с низшими. И, соответственно, кроме того, чтобы уметь говорить монологи, необходимо уметь слышать, анализировать своего оппонента-собеседника противную сторону договоров и уметь выстраивать композицию или сценарий, или скрипт того, как строить этот разговор. То есть диалоги. Мы с вами будем заниматься скриптами. Скриптами переговоров, скриптами продаж, скриптами любых взаимодействий торгов, назначения цены. Ведь в конце-то концов любые разговоры, любые переговоры с точки зрения управленческой борьбы – это всегда взаимодействие с кем-то ради получения внешнего ресурса. А поскольку от вашей коммуникации зависит объем и время поступления этого внешнего ресурса, то на самом деле от этого зависит практически все. От скриптов переговоров зависит очень многое в управлении, и прежде всего это завязано на внешний ресурс. Соответственно, этому нужно уделить особое внимание. В самом скрипте продаж или в самом скрипте любых разговоров, как маневрирование, как обхождение препятствий, возражений и модулирование программирования этого разговора, во всех этих скриптах существует так называемая программирующая или в маркетинге продающая часть. Это фактически мини-монолог. Вот выдают вам таймслот и говорят, ну а теперь скажи, что ты хочешь. И вот, например, вы вошли в лифт с человеком, который миллиардер, который теоретически может дать вам миллион долларов для вашего проекта. И ваша задача с первого по девятый этаж рассказать продающую часть таким образом, чтобы на девятом этаже уже и получить инвестицию. Так вот, вот эта модулирующая продающая часть, это и есть высочайший пилотаж или квинтэссенция того, к чему подводят все наши видеоуроки и все блоки нашего видеокурса. Кроме того, каким бы вы ни были хорошим оратором, как бы у вас не был развит речевой аппарат, как бы вы легко не говорили, тем не менее, от того, как вы выглядите в кадре, какая у вас прическа, как вы одеты, в общем-то, зависит очень многое. Наш видеокурс также посвящен таким вещам, как внешний вид. Это очень важно на переговорах, потому что статусность, соответствие ожиданиям разных социальных групп, это очень важная часть. Это как бы невербальная коммуникация. И, кроме того, поскольку люди живут за масками, поскольку люди очень часто даже не чувствуют себя конгруентно, то есть на лице написано «жестокий депрессняк», а при этом он вроде бы пытается улыбаться, и вот эта расфазировка, рассинхрон, он на самом деле вызывает недоумение у собеседника. Речь идет о мета-сообщении. То есть внешний вид человека, фотосессия делового и романтического портрета как первый шаг, чтобы настроить самого себя, увидеть себя со стороны, влюбиться в себя, и мета-сообщение, умение работать со своими масками, которые иногда очень сильно приклеиваются к вашему лицу и не дают, например, проявить свое «я», реальное «я». То есть многие люди привыкают к своей маске и думают, что маска – это и есть «я». Часто бывает совсем не так. То есть внешний вид и мета-сообщение, вот это все называется мета-сообщение, что вы ретранслируете в окружающее пространство без слов. Этому тоже будет посвящено несколько занятий нашей видеошколы, которая называется «Ораторское искусство как управленческая дисциплина». Наш видеокурс будет построен как цикл занятий. Во время которых я буду показывать некоторые упражнения, которые необходимо будет делать самостоятельно дома. Для занятий вам понадобится видеокамера и штатив для того, чтобы вы могли отсматривать ваши выступления вживую и анализировать их. Кроме того, у нас будут занятия, которые будут посвящены теории и истории риторики как управленческой дисциплины. На самом деле «Ораторское искусство как управленческая дисциплина берет свои корни из риторики». Это такая дисциплина, которая была долгое время достаточно, ну не то что секретно, она была, преподавалась за очень большие деньги очень избранному кругу людей. Это элитная дисциплина, то есть это управленческая элитная дисциплина, которая на самом деле подавляющим большинству народных масс, в общем-то, была и недоступна. Хотя подсознательно люди в этом деле, конечно, кое-что чувствуют. И вот история риторики с античных времен, с времен Афинского рынка, Афинской площади, когда при помощи софистики учились убеждать толпу представители разных олигархических кланов, как исторически сложилась вот эта вот дисциплина управленческая, мы этому тоже будем уделять значительное внимание, это структурирует знания и навыки, которые вы будете приобретать, выполняя наши упражнения. Этот видеокурс я буду вывешивать на нескольких каналах Ютуба. Ну, там будет определенная монетизация. Хочу обратиться ко всем, кто просто будет наблюдать за этим курсом, поддержать нас любой суммой пожертвований. Реквизиты будут указаны внизу под роликом. Кроме того, я хочу предложить индивидуальные услуги желающим достаточно быстро и плотно прокачаться, для того, чтобы, например, в ближайший месяц или два сделать важное для вас публичное выступление, либо подготовиться к какому-нибудь собеседованию, каким-либо важным переговорам. Наша компания осуществляет индивидуальное удаленное сопровождение. Мы с вами будем общаться по скайпу. Мы будем замерять различные аспекты вашей деятельности и, собственно говоря, повышать стандарт коммуникативных техник человека, который стремится превратить свои ораторские навыки в управленческое искусство. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok